Коктейлями Молотова забросали дом белорусского парламентария. Ночью злоумышленники бросили в дом три так называемых коктейля Молотова. Следственным управлением КГБ возбуждено уголовное дело. В середине июля инфоленты взорвала новость. Дом депутата палаты представителей забросали коктейлями Молотова. В ночь на 11 июля неизвестные едва не взорвали автомобиль и чудом не подожгли коттедж Олега Гайдукевича. Вот мой дом, вот стоянка. Один коктейль Молотова попал на стоянку, который сработал. По счастливой случайности там не было машины. Если бы была машина, она бы, конечно, сгорела. Второй коктейль Молотова попал в крышу. Она у меня мягкая, андулин, и он отскочил. Третий коктейль Молотова попал в подоконник и по счастливой случайности лето, окна не разбился и не сгорел. В тот день было 35 градусов жары. Ёлки везде, близко соседские крыши. Везде ели, они росли очень долго. И если бы загорелось, не было бы ни дома, ни людей. Кто решил свести счеты с депутатом белорусского парламента и кем организована террористическая атака? Комитет госбезопасности возбудил уголовное дело. Следственным управлением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Акт терроризма. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Виновные будут найдены и привлечены к установленной законам ответственности. Виновные будут найдены, уверенно заявляет КГБ. Что ж, к этому моменту неизвестные поджигатели уже хорошо известны сотрудникам комитета. Задолго до нападения на дом Гайдукевича в поле зрения правоохранителей попалась семья Войтиховичей. Виталий Войтихович, 1967 года рождения, глава семьи. Ольга Войтихович, 1974 года рождения, супруга. Владислав Войтихович, 26 лет, сын. Анастасия Войтихович, 23 года, невестка. Проживают в Борисове, активно интересуются телеграм-каналами радикальной направленности. Таких увидев на улице, не трясешься от страха. Но назвать этих людей безобидными получится едва ли. Взгляните на эти кадры внимательно. На видео Владислав Войтихович устанавливает GPS-трекер на автомобиль сотрудника милиции. Не похоже на ежедневную рутину среднестатистического молодого человека. А вот на попытку поиграть с законом очень даже. По счастливой случайности милиционер обнаружил устройство и рассказал об этом руководству. Информация попала в Комитет госбезопасности. С этого эпизода начинается криминальное досье Войтиховичей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в Войтиховиче планируют несколько террористических атак. В качестве потенциальных жертв ими рассматривались депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич, ведущие государственных телеканалов, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, а также судьи. В качестве возможных способов совершения терактов Войтиховичи рассматривали такие, как уничтожение имущества вышеперечисленных лиц путем поджога, либо их похищение и пытки с целью видеозаписи так называемых покаянных видео. Очевидно, Борисовский мститель и не подозревал, что уже попал в разработку. На одном маячке Войтихович не остановился. В переписке отец и сын детально обсуждают, как лучше установить устройство для слежки на машину местного судьи. Своих жертв Владислав Войтихович выбирал в деструктивных телеграм-каналах. Его интересовали те, кто работает и живет поблизости, чтобы не попасть под подозрения милиции. Мол, гуляю по малой родине, вышел за хлебом и другие, хорошо знакомые, недоалиби. Войтихович не сомневался, скрываться с мест преступлений будет проще простого. Слежка за госслужащими не просто игра в шпионов. Сверхидеевой Войтиховичей похищать, поджигать имущество, заставлять клеветать на действующую власть. Все это снимать на видео, чтобы стать знаменитыми в среде телеграм-адептов перемен. А главное – получить деньги от зарубежных кураторов. При этом ради недешевой картинки они были готовы на все. Вскоре GPS-трекеры расставлены. На авто правоохранители сняли. Слежка за белорусами в погонах провалилась. Но то ли от скудости ума, то ли вдохновленный желанием заработать, Войтихович-младший ничего не заподозрил. 10 июня он пришел к воинской части неподалеку от своего дома с коктейлями Молотова. Но передумал, а может просто испугался, и сбросил бутылки с зажигательной смесью в Свислыч, в ближайшем парке. Казалось бы, самое время прийти в себя и остановиться. Но в его голове уже зрел новый террористический план. Задумали ввести ущерб в недвижимости либо автомобилю Аэр Габи Кеевича. Далее отец спросил, может, мне бы на помощь в этом. Я сказал, что можно. И предложил ему под видом рыбалки поехать туда, в Семково, и там это все осуществить. К покушению готовились основательно. Войтихович-младший купил квадрокоптер, чтобы заснять теракт, и велосипед, на котором планировалось покидать место преступления. На надувной лодке разведывал обстановку и готовил пути отхода. В криминальную схему постепенно была втянута вся семья, даже 10-летний ребенок. Надо же создать полную видимость того, что мы действительно приехали отдыхать. Магнит ходим, кидаем и так далее. Либо поймать. У костера спарим, понятно, там где-то наломаем все. Костер обязательно. Что-то приверится от нас воняло, хорошо, до строго и так далее. Ну и колонку я возьму, колоночку включим, направим. Вечер 10 июля. В Итиховичи выезжают на так называемую рыбалку. Удочки, пледы, панамы, ничего подозрительного. Вряд ли соседи могли предположить, что семейка запаслась коктейлями Молотова и собирается не на пикник, а на дело. В первый раз к дому Олега Гайдукевича злоумышленники пришли на разведку. Эдакая прогулка с ребенком и собаками с одной лишь немирной особенностью. Недалеко от дома парламентариевы Итиховичи спрятали бутылки с зажигательной смесью. Из отца в портфеле мы достали бутылки. И там рядом с домом на пересечении дорог там был еще поворот такой влево. Там такая небольшая железная какая-то будка была, невысокая. И мы вот за эту будку поставили эти три бутылки и оставили их там. После этого ушли назад той же дороги. Ушли назад и стали ждать просто ночи. В Итихович старший вернулся к тайнику около трех часов ночи. Отказаться от задуманного его не заставило даже то, что по всем внешним признакам семья депутата ночевала дома. А значит успех для дела В Итиховича обозначал бы одно – человеческие жертвы. Почему правоохранители позволили ему скрыться с места преступления? Справедливый вопрос. Ответ на него таится в правилах оперативной игры. К этому моменту в комитете знали В Итиховича работают не одни. Есть и другие подельники. И нужно дать им время проявить себя. Имелись данные, что к противоправной деятельности помимо семейства В Итиховичей имеют отношение и иные лица. Личности которых к этому моменту не были установлены. Это лица, которые использовались в качестве курьеров для передачи денежных средств. Лица, осуществлявшие помощь в проведении наблюдения и конденсировке местности по местам жительства потенциальных жертв. Лица, снабжавшие непосредственно их исполнителей видеоаппаратурой для последующей записи террористических актов и передачи этих видеозаписей иностранным заказчикам. По соображениям конспирации, ни Олега Идукевич, ни члены его семьи не были посвящены в проводимые оперативно-розыскные мероприятия. Любое нехарактерное поведение Идукевича могло насторожить злоумышленников, что в перспективе существенно усложнило бы установление личности и нейтрализацию всех участников экстремистского формирования. В день совершения террористического акта в отношении Идукевича Комитетом государственной безопасности был принят исчерпывающий перечень мер, направленный на недопущение уничтожения имущества Гайдукевича, причинение вреда его жизни и здоровью. Эффектного видео с места поджога у Войтиховича не получилось. Квадрокоптер, купленный для съемок террористического экшена, попросту не удалось поднять в воздух. А ведь именно за такими циничными кадрами подельники ехали в Семково. И тогда началась подготовка к следующему шагу. Цель – взорвать автомобиль сотрудника милиции. В гараже нашли, там отец нашел скипидар, еще что-то там нашел из горючих смесей. Ну, то есть мы просто все, говорится, все, что нашли, все далили в эту бутылку почти до самого верха, без всяких пропорций. Просто, опять же, бензина в большую часть, всего остального понемногу. Решили, что проще будет, опять же, с помощью дрона, чтобы отец сходил, полил машину, этой горючей смеси из бутылки, а дроном потом на дрон привязать, примотать проволокой, таблетки с сухим горючим, поджечь их предварительно, и на дроне, то есть, спуститься и касанием, то есть, до облитки этой машины поджечь. Ночь на 13 августа. Борисов. Отец и сын собираются поджечь машину силовика. Для съемки теракта, на готове экшн-камера и дрон. В темноте Виталий Войтихович совершает ошибку и сначала обливает горючей жидкостью соседний автомобиль. После пытается поджечь машину милиционера, но снова промах. В зажигалке закончился газ. А еще закончилась безнаказанность Войтиховичей. Акт терроризма пресекают правоохранители. Войтиховичи Войтиховичи не были идейными борцами. Их действия были продиктованы корыстным мотивом. За свои террористические атаки они получали крупные суммы денежных средств из-за рубежа. То есть, по своей сути, являлись наемниками. Действия обвиняемых квалифицированы по статье 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь Акт терроризма. Задержано более 20 человек. Как непосредственные исполнители терактов, так и их пособники. В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. Обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания, изобличая как самих себя, так и своих сообщников. Это лишь один из громких преступных эпизодов, раскрытых за последнее время. В попытках дестабилизировать обстановку в стране такие персонажи продолжают пополнять оперативные сводки наших спецслужб. И нет сомнений, что в ближайшее время мы станем свидетелями новых ошеломляющих подробностей. Ксения Худалей, телекомпания СТВ.